Дорогие друзья, здравствуйте! В эфире программа по изучению уроков субботней школы со Славянской Церковью Адвентистов 7 дня города Сакраменто. Благодарим вас, что вновь подключились к нашему каналу и хотим выразить особую благодарность за ту поддержку, которую вы проявляете в своих откликах на наши передачи, за ваши лайки, комментарии и размышления, которыми вы делитесь. Мы обычные люди, не лишены недостатков и проблем, но в нашем скромном труде хотим послужить нашему Господу через распространение Его слова и Его миссии, которую Он нам поручил. Хотелось бы сказать, что нам особенно интересно было бы услышать о ваших опытах в миссионерском труде. Возможно, темы, которые мы рассматриваем в этом квартале с их практическими заданиями на каждый урок, дают почву для новых, необыкновенных опытов в нашей христианской жизни. Пишите нам об этом, с удовольствием прочитаем и даже зачитаем самые интересные в эфире. В уроках нескольких последних недель подчеркивалось, что миссия возникла по Божьей инициативе, и Он призывает нас к миссии. На этой неделе основное внимание уделяется факту, что некоторые из познавших Бога избегают своего призвания и привилегии поделиться личным опытом любви. Название сегодняшней темы — «Оправдание для уклонения от миссии». И, как обычно, к этой теме дан памятный текст. Зачитайте его, пожалуйста. «И услышал я голос Господа говорящего, «Кого мне послать, и кто пойдёт для нас?» И я сказал, «Вот я, пошли меня». Да, какой вдохновенный и прекрасный текст! Как часто он используется в качестве призыва к труду на Ниве Божьей. Но на этой неделе нам предстоит обратиться к истории с противоположным посылом. Это история о пророке Ионе, которая, в общем-то, известна нам с детства. Бог посылает его идти благовествовать Ниневию, но у него на этот счёт свои мысли. Какие же оправдания выдвигает Иона Богу, чтобы не идти в Ниневию? Ну, одно из оправданий было то, что он боялся, что его будут считать лжепророком. Потому что он говорил, «Господь, ты любишь, ты их простишь. И то, что я сказала им, что покайтесь, вы погибнете, не состоится. И, соответственно, меня будут считать лжепророком». Ну, я думаю, как простой человек, он имел страх. Вот страх, потому что люди были очень агрессивные. Сама Ниневия. Жестокие. Мы знаем из пророка Наума, это был город полон кровей, обмана, убийства. И потому это было, мне кажется, естественно, что он имел такой страх. И, может, другая сторона этого вопроса, что он считал, что люди не могут... Недостойны. Да, недостойны или не могут получить прощение от Господа. Настолько они были плохими. Да, в каких отношениях была Осирия, кому принадлежал город Ниневия с Израилем на то время? В Наума в третьей главе, третьем стихе тоже говорится, что несется конница, сверкает меч, и блестят копья. И дальше слова, от которых просто ужас сковывает сердце. Убитых множество и груды трупов. Нет конца трупам. Спотыкаются от трупа их. Эти слова, мне кажется, очень четко открывают, какими были Ниневитяне. И вот туда Иона должен был идти и рассказывать этим людям о добром Боге. Представляете, люди, которые вообще, наверное, понятия не имели, что такое добро, справедливость, милость. Да, его задача, конечно, была в самом деле непростой. Да, в самом деле страхи Ионы были не беспочвенные. Потому что Осирия в самом деле на тот момент была очень сильным государством. Плюс ко всему люди, населявшие ее, славились изысканной жестокостью. И вот туда, к врагам Израиля, Бог посылает своего пророка. Иона знал Бога и пророчествовал от его имени в Израиле. Его пророческая деятельность всегда совершала среди израильтян и служила во благо Израилю. Это была, можно сказать, его зона комфорта. Он не трудился среди врагов своего народа. Исходя из того, что мы находим в книге Ионы, можно сделать вывод, что Иона не испытывала особой любви к представителям нееврейского происхождения, тем более к таким жестоким людям, какими были неневитяне. Мы не станем сегодня рассказывать о всем том кошмаре, какой они творили со своими врагами и особенно пленными. При желании это можно найти в интернете, мы сегодня не об этом. Но, поверьте, это были люди, практикующие изощренную жестокость. И поскольку пророк думал о трудностях и кажущейся невозможности осуществить такое поручение, он был искушаемым оспорить благоразумие Божьего призыва. Он читал, что не будет никакой пользы от проповеди вести о покаянии в этом нечестивом городе. Иона забыл о премудрости и всемогуществе Бога, которому он служил в то время. И пока он продолжал колебаться и сомневаться, сатана совершенно обескуражил его. Пророк охватил такой страх, что он бежал в фарсис в совершенно противоположном направлении. И что же происходит дальше, расскажите, пожалуйста. И встал Иона, чтобы бежать в фарсис от лица Господня, и пришел в Иопию, и нашел корабль, отправлявшийся в фарсис. Отдал оплату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в фарсис от лица Господа. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. И устрашились корабельщики, и взывали каждый к своему Богу, и стали бросать в море кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее. И Иона же спустился во внутренность корабля, лег и крепко заснул. И пришел к нему начальник корабля и сказал ему, что ты спишь, встань, воззови к Богу твоему, может быть Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем. И сказали друг другу, пойдем, бросим жребий, чтобы узнать, за кого постигает нас эта беда. И бросили жребий, и пал жребий на Иону. Тогда сказали ему, скажи нам, за кого постигла нас эта беда. Какое твое занятие, откуда идешь ты, где твоя страна, и из какого ты народа? И он сказал им, я еврей, чту Господа Бога Небес, сотворившего море и сушу. И устрашились люди страхом великим, и сказали ему, для чего ты это сделал? Ибо узнали эти люди, что он бежит от лица Господня, как он сам объявил им. И сказали ему, что сделать нам с тобой, чтобы море утихло для нас? Ибо море не переставало волноваться. Тогда он сказал им, возьмите меня и бросьте меня в море, и море утихнет для вас. Ибо я знаю, что ради меня постигла вас эта великая буря. Но эти люди начали усиленно грести, чтобы пристать к земле, но не могли, потому что море все продолжало бушевать против них. Тогда воззвали они Господу и сказали, молим тебя, Господи, да не погибнем за душу человека сего, и да не вменишь нам кровь невинную. Ибо ты, Господи, соделал что угодно тебе. И взяли иону, и бросили его в море, и утихло море от ярости своей. И устрашились эти люди Господа великим страхом, и принесли Господу жертву, и дали обеты. Миссионерская работа уже произошла. Люди покаялись и принесли жертву. Да, удивительно. Он бежит от проповеди, а в итоге он вынужден уже на корабле проповедовать. И каков итог? И то проповедует настолько, что люди запомнили, мне кажется, на всю жизнь. Эта проповедь была такой яркой, такой запоминающейся. И последний стих первой главы говорит, что и устрашились эти люди Господа великим страхом, и принесли Господу жертву, и дали обеты. Но я хочу обратить внимание, что как бы сам иона фактически ничего не сделал для проповеди. То есть за него проповедовал Бог. То есть он его поставил в эти условия, он создал бурю на море, и именно он сподвиг моряков узнавать, кто ты и что ты, и вообще думать о том, из-за кого такая буря происходит. То есть опять-таки мы видим, что сам Господь становится миссионером, потому что иона не хочет этого делать. Но даже когда он не хочет, Бог его использует. Конечно. И все равно проповедь происходит. Да. Да, это удивительный такой вот момент в самом деле, что против своей воли иона, бегущий пророк, уже начинает проповедовать на корабле. И этот факт подтверждает истину о том, что независимо от нашей позиции, Божья весть будет провозглашена. Если бы пророк беспрекословно повиновался Богу, он избежал бы тех горьких переживаний, которые впоследствии выпали на его долю, и получил бы обильные благословения. Однако Бог не оставил иону в отчаянии. Пройдя через многие испытания, пережив необыкновенные происшествия, пророк должен был научиться доверять Богу и его безграничной силе спасать. Ну и дальше больше. С ионой происходят вообще невероятные приключения. Расскажите, пожалуйста, что произошло после того, как произошла буря на море. Ну эту историю все мы знаем с детства. Для меня это была очень любимая история. Дедушка каждый раз ее рассказывал нам, что Бог послал кита, и он проглотил иону. Иона пробыл в чреве кита, написано «три дня и три ночи». Не знаю, я себе даже не могу этого представить. Это кромешная темнота, наверное, какая-то там вода. И плохо пахнет. И плохо пахнет. И закрытое пространство. Ты понимаешь, что ты где-то находишься. Я не думаю, что он понимал, где он находится. Это мы уже знаем с Библии, да? Просто невозможно себе представить, что чувствовал и что переживал и он. Да. Но даже такое потрясение, да? Через какое-то время он все-таки понял, к кому нужно обратиться и что нужно сделать, чтобы выйти на вольф. И что же он предпринимает? Он молится. Я думаю, что я хочу прочитать эту молитву. Она записана. Иона, вторая глава. «И помолился Иона Господу, Богу своему, из чрева кита. И сказал, Господу возвал я в скорби моей, и он услышал меня. Из чрева преисподней я возобил, и ты услышал голос мой. Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня. Все воды твои и волны твои проходили надо мною. И я сказал, отринут я от очей твоих, однако я опять увижу святой храм твой. Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня, морской травою обвита была голова моя. До основания гор я не сшел, земля своими запорами навек заградила меня. Но ты, Господи, Божий мой, изведешь душу мою из ада. Когда изнемогала во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до тебя, до храма святого твоего. Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердого своего, а я глазом хвалы принесу тебе жертву, что обещал, исполню. У Господа спасение». И как мы видим результат этой молитвы. «И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу». Удивительная молитва. Она прямо на поэтическое произведение похожа. Это песня избавления, песня раскаяния. В таких обстоятельствах он, наверное, уже думал, что он уже погиб, находясь в таких обстоятельствах. Но он сказал хорошую фразу, что обещал, исполню, и сказал, у Господа спасение. Как бы он понял, что… Покаялся. Да. Мне кажется, он до конца не понял. Потому что, как мы видим потом, дальше в 3-4 главе, он это сказал. Ну, на тот момент он понял, что его спасение было в Господних руках. Спасение только в Господе, да. Но он понимал, почему он оказался как бы в ките. Он понимал, что именно за то, что он не хотел, убегал от Бога. Он четко понимал, почему постигла его эта беда. А вот возвращаясь немножко назад, вот, как мы уже говорим, перед тем, как постигли все его вот эти вот неприятности, скажем так. Вот каково было самое большое заблуждение Ионы? Что он думал, на что он полагался, вот, когда он решил, что это невозможно? Ну, мне кажется, что он как бы хотел сделать поправочку, да, Богу, что как-то, ну, ты не очень правильно смотришь на положение вещей. Они вообще негодяи. Ты что, не знаешь об этом? Да, 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 они недостойны спасения. И как бы совсем неправильно это делать. Пойду-ка я в другую сторону. Да, 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 убегу я от той работы, которую ты мне говоришь. Хотя вот мы тоже так можем поступать, да, то есть пытаться направить Бога в ту сторону, в которую нам выгодно, в которую мы видим правильное. И он как бы Бога, учит Бога, что так не должно быть, ты поступаешь неправильно, посылая меня туда. Да, то есть через призму своего мировосприятия он считает, что все то, что Бог ему говорит, это как-то вообще не состыкуется с реальностью. Ну да, ну да. Ну, это было заложено, я думаю, тоже в еврейском народе. И как бы у них, они враждовали же между собой. И вот это, можно сказать, может даже и с молоком матери было влито в то, что это наши враги, вот это мы, как бы, они не знают живого Бога. И не надо. Да, да, да. Не знают и не надо им. Да, они, может, и не хотели делиться даже спасением, как бы, жадничали, как мы уже говорили. Да, да, да. Но он спорит с Богом, как и мы иногда тоже спорим с Богом. То есть ставит Бога в свои рамки или... Понимание. Да, хочет, чтобы Бог понимал, как он. Для того, чтобы оправдать свой страх и свое какое-то даже бессилие, он пытается дать понять, что Бог неправ, по большому счету. Да, да, да. Он верит в то, что успех зависит от людей, не от Бога. Это важный, да, важный момент, который, да, я хотела услышать, и чтобы мы все поняли. И сегодня, собственно, это является зачастую нашей ошибкой, потому что мы полностью рассчитываем на себя, на свои знания, на свои возможности. И думаем, что у нас ничего не получится. Хотелось бы отметить, что также подобно Ионе мы порой рассматриваем свои возможности как движущую силу успеха в деле Божьей миссии. Наше рациональное мышление, указывая на состояние собственного бессилия и несостоятельности, вергает нас в разочаровании. Но успех Божьей миссии не зависит от наших навыков, приемов или же каких-то ноу-хау. Он полностью зависит от присутствия и действия Иисуса. Наше призвание — это спасение. Оно полностью является действием Бога, Его достижением, Его успехом. Он радуется, спасая людей. Тот, кто поручает свою миссию, достаточно силён, чтобы поддержать своих работников и привести его дело к успеху. Поэтому Он поддерживает нас и даёт нам крылья. И какой уже был результат проповеди Ионы в Неневии? Прекрасный. 120 тысяч человек, которых, как говорит Библия, не умеющих отличить правой руки от левой. Меня очень заинтересовало это. Что это означает, как вы думаете? Они не были развитые или... Я думаю, это такое выражение, которое Бог использует их, чтобы пожалеть этих людей, показать, что ты к ним относишься вот так, вот ты их меряешь своими мерками. А они, по большому счёту, самые несчастные люди. Ну, ещё может быть то, что вот непонимающие каких-то вопросов. Многих вещей, которые Израиль понимал. Потому что, смотрите, маленькие дети, вы у них спросите, дай мне правую ручку. Они могут не сказать, где правая, где левая. И вот Бог их сравнивает с младенцами, с малышами, которые не знают истину. И которые действительно, Виктория, согласна, что... Они просто бедные, бедные, несчастные, которые не знали Бога. И Бог именно хотел, чтобы Иона рассказала чудесном Творце. Удивительно, что вот эта евангельская кампания, скажем так, будем говорить терминами нам известными, которую провёл Иона в Ниневе, это одна из немногих, скажем так, библейских евангельских кампаний. Вот заметьте, Енох проповедует, особого отклика нет. Ной строит ковчег, 120 лет, нету отклика. Многие другие проповедники, пророки ходят среди своего народа, нету отклика. Иисус Христос сам проповедует, сколько человек за ним ходило. А тут просто удивительно, целый город кается. Ну, я хотела бы заметить, как они покаялись. Мне очень понравилось, когда это слово дошло до царя Ниневи, и какой он издал указ. Во-первых, снял с себя царское облачение, оделся во вретище, сел на пепел и повелел провозгласить всем, кто живёт в Ниневе, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили. И чтобы покрыты были вретищем люди и скот и крепко вопияли к Богу. И чтобы каждый обратился от злого своего пути и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, ещё Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. Мне кажется, что этот царь, он ещё большую проповедь сказал всему народу. И у меня такая появилась мысль, то вот Иона, он не подумал, а ну давай я сделаю пост. Ради вот этой миссии, с чего мне Бог призвал, чтобы я сделал эту правильную миссию, чтобы меня Бог как-то направил. Он как бы делает всё по-своему. А вот этот царь невежественный, вот такой, как мы там называли их, безбожники и жестокие люди, он это как бы так делает таким, как верующий человек, который знает Бога. Вот смиряет себя и просит весь народ, чтобы все смирились перед Богом. В «Пророке и царей» книге Ирина Вайт написана очень интересная цитата, хочу её зачитать. «Слова Ионы передавались из уст уста, пока все не услышали их. Дух Божий запечатлел эту весть в сердце и побудил к раскаянию в глубоком смирении». Мне кажется, больше уже нечего сказать. Миссия была выполнена, хотя сам Иона считал, что она провалилась. В начале он думал, что миссия невыполнима, да, а хотя это была очень успешная кампания в самом деле. Да, действительно, результат проповеди в Неневе был поразительным. Жители этого нечестивого города раскаялись. Иона всё же был хорошим проповедником, немного трусливым, не любящим людей, не очень послушным, но всё же. Интересно, как Бог одновременно работает и над Неневитянами, и над Ионой, готовя его к провозглашению в своей вести, в, казалось бы, обречённом на провал месте. Бог всегда так работает. Он работает одновременно в нескольких направлениях. И сегодня он, возможно, также работает над нами, ломая наше предвзятое мнение или самовозвышение, или эгоизм, или ещё какие пороки, мешающие в его служении. А какова же была реакция Ионы на спасение Неневитян? Потрясающая, абсолютно неожиданная реакция была, потому что Иона стал ругаться с Богом. Он стал его обвинять в том, что вот я так и знал, я так и знал, что ты любящий, милостивый. Я поэтому и не хотел идти туда, потому что знал, что ты их помилуешь. То есть мы видим ещё одну причину, почему он не только страх его побуждал убежать совершенно в другое направление, а ещё всё-таки жадность. Он пожадничал спасение, ну, так вот, так сказать. То есть он не хотел, чтобы эти люди покаялись. Он не хотел, чтобы эти люди были спасены. Ему жалко было, что они такие плохие. Он-то такой хороший, и израильский народ, он такой святой, и он отдельный, отделённый вернее. А эти бесстыжие люди... Пусть погибают, они заслужили этого. Они недостойны спасения. Он даже возжелал, чтобы Господь забрал душу его. Он даже не хотел видеть, как эти обновлённые люди могут славить Господь или начинают новую жизнь. Иногда вот, мне кажется, мы тоже похожи чуть на Ион. Да, недаром мы до сих пор изучаем эти истории. Да, Ирина, ты хотел, чтобы... Вы знаете, я думаю, что мы поступаем как Иона, когда мы решаем, что эти люди не примут спасение. Что им рассказывать? Зачем им рассказывать? Мы уже за них решили. И мы ведём себя точно так же, как и Иона в этом моменте. Да, вы знаете, вот эта реакция Ионы, мне такую картинку вот я себе представила. Вот мы все прошли через то время, когда были евангельские компании, да, и мы помним, как мы серьёзно к ним готовились. Сколько волонтёров работало, разносились буклеты из дома в дом, и заказывалась реклама по телевидению и по радио, чтобы люди приходили. Вот представьте, вот компания состоялась, приняли крещение люди сотни, помните в то время? А евангелист говорит, ну надо же. Огорчился и раздражал. Что же это такое? Вот эти вот безбожники и пришли такие. Вот представьте, вот кажется, абсурдно, да, ну выглядит. Да, вот сколько было затрат, и евангелист расстраивается даже. Нет, наоборот, мы же ведь как радовались. Но тем не менее, вот это вот разочарование Ионы, оно в самом деле крылось действительно очень глубоко. Мы уже затрагивали этот момент, мы ещё о нём поговорим. В чём была именно причина его разочарования, да? Ну вот я хотела ещё момент такой определить, что смотрите, вот насколько Иона не хотел проповедовать. У него была провальная евангельская компания, потому что он не хотел. Он всё делал, и когда убежал, и когда потом пошёл проповедовать, то есть я не думаю, что он от всей души горел, да, проповедью. И всё-таки благодаря этой компании и на корабле люди спаслись, и неневитяне спаслись, да, в тот момент во всяком случае. То есть она получилась из поражения, наоборот, какая-то такая величайшая победа, да? Но Бог сам всё это сделал. Если Господь имеет миссию, Он сделает любым путём. И мы знаем, что в Библии написано, что если вы не будете это делать, то камни будут говорить. Вот из этого вытекает ещё один вопрос. Вот почему всё-таки Господь избирает вот такого пророка, как Иона? Ну разве он его не знал? Разве он не знал его внутреннее состояние? Разве он не ожидал от него такой реакции? Почему Господь избирает подобного рода евангелистов или миссионеров, как вы считаете? Ну если вы заметили, когда читаете Иона, первую, вторую, третью, четвёртую главу, идёт воспитательный процесс. Бог воспитывает Иона в первую очередь. Я думаю, после того, после вот этого случая, или Ивановской кампании, как мы называем, я думаю, что он не молчал. Он в своём народе это рассказывал и делился этим, потому что он глубокий опыт пережил с Господом. Ну я думаю, что вот у меня Иона, немножечко параллель провожу Ионы и Павел, апостол Павел. Ион всё-таки был искренним. Я тоже вот так думаю, что он искренне любил Бога, искренне проповедовал, и Господь его поставил в такие условия. И он искренне хотел, чтобы Царство Божие наследовали достойные, хорошие люди в его понимании. Искренне любил врагов своих. Искренне, как и Павел тоже, да, гнал за слово, за веру. Он изначально. По ревности к Богу. Не потом, а саму даже. Да, 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 да. То как раз-таки вот Господь действительно воспитывал его, но он любил его и видел в нём силу, которая сможет сдвинуть, сдвинуть очень-очень многое. А вот заметьте, книга Ионы заканчивается таким образом, что как будто бы должно последовать продолжение. Она как будто бы заканчивается, оборвавшись на каком-то очень интересном моменте. Вот как вы считаете, почему книга Ионы не имеет логического вроде бы завершения? Я себе записала здесь, что миссия Бога продолжается, она никогда не заканчивается. Вот давайте ещё раз этот вопрос Бога прочитаем. Вот чем заканчивается эта книга. «Мне ли не пожалеть Неневии, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?» И знак вопроса. Да, этот знак вопроса. Я думаю, что эта книга не закончена, потому что мы Ионы. И наша миссия — идти и проповедовать, идти и рассказывать. Возможно, мы не можем войти и говорить проповедь, но мы можем проповедовать своей жизнью. И проповедовать тем людям, молиться о тех людях, на которых мы бы, казалось бы, уже поставили крест, как и Оона. Ну, что им рассказывать? Вы знаете, вот эта тема на этот квартал, она призывает нас к тому, чтобы мы шли и выполняли миссию Бога. Миссия Бога — это делайте учениками. Но неоднократно мне приходилось слышать, да и вам наверняка вопрос. Ну, я не умею говорить. Ну, не умею. Ну, не развита у меня речь. Я, может быть, даже много читаю, но говорить я не умею. Я боюсь делать это. Вот. А есть такие люди, кто говорят, но лучше бы они, честно говоря, не говорили. Потому что, ну, не то порой говорят даже. То есть они могут даже напортить своим разговором. И вот действительно, вот как мы можем все-таки выполнять свою миссию? Вот Ирина уже затронула, Татьяна хочет что-то сказать. В нашем классе урока «Свободные школы» на прошлой неделе интересную мысль сказали, что люди в наше время, они не хотят слышать многое. Они хотят видеть Христа в нас, в нашей жизни. А вот мы всегда думаем, что нам нужно говорить, проповедовать, доктрины доносить. Да, это тоже нужно, это важно. Но люди хотят видеть Христа в нас. А чем Христос занимался? В первую очередь кормил, исцелял, потом уже доносил слово. Потому что любовь – это действие. Да. Это не просто слова, это действие. Люди хотят это чувствовать. И любовь все видят. Да, благодарю за ваше рассуждение. Да, действительно, когда Иона узнал о намерении всемогущего пощадить город, который, невзирая на свое нечестие, во вретище и пепле раскаялся перед Господом, он, казалось бы, должен был первым возрадоваться проявлению чудесной благодати Божией. Однако на самом деле встревожился при мысли о том, что теперь его сочтут за лжепророка. Озабоченный своей репутацией, он потерял из виду бесценность душ, находящихся в нечестивом городе. Бог проявил милосердие к раскаившейся Неневии. А Иона не только огорчился, но даже был раздражен. Он спорит с Богом. Вновь он поддался своей склонности сомневаться и не доверять. И вновь сильное разочарование постигло его. Тогда Господь наглядным образом, с помощью растения, разъяснил Ионе то, чего тот не понимал. Интересно подметить, что Иона испытал на себе любовь Бога и знал, что он сострадателен. Однако пророк не мог избавиться от чувства национальной гордости, считая, что он лучше других. И он не желал идти на миссию спасения людей, которые были ему, мягко сказать, неприятны. Вопрос в конце книги Ионы это вопрос сегодня и к нам, к нашим церквам. Сегодня каждому из нас все ли люди соответствуют нашей миссии. Подобное мышление ничем не отличается от мышления Ионы. А какой противоположный Ионе пример мы находим на страницах Священного Писания? В книге Исаия, 6 глава, давайте зачитаем с 1 по 8 текст, очень красиво говорится, хорошо. В год смерти царя Озия видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном. И края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, и у каждого из них по шести крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили, свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его. И поколебались верхи врат от гласа восклицающих. И дом наполнился курениями. И сказал я, горе мне погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа тоже с нечистыми устами. И глаза мои видели царя Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника. И коснулся уст моих, и сказал, вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И услышал я голос Господа говорящего, кого мне послать, и кто пойдет для нас? И я сказал, вот я, пошли меня. То есть, можем ли мы сейчас, сегодня, я имею в виду даже себя, каждого из нас, сказать, вот я, пошли меня. Насколько это выгодно или не выгодно для нас, насколько мы смелые для этого. Ну, то есть, это такие слова, которые, ну, очень-очень трогают, и очень помогают проанализировать себя, потому что Господь постоянно через Духа Святого говорит нам о том, что мы на этой земле для того, чтобы нести весть, чтобы проповедовать Евангелие. И когда нам, нас Господь ставит какие-то обстоятельства, если мы отказываемся от этого, то мы теряем просто благословение. А вот после чего пророк Исаия вот эти вот слова говорит? Что произошло в его жизни, что он после этого говорит, вот я, пошли меня? Ну, во-первых, он видит вот эту картину всемогущего Бога, ну, как бы он проявляет смирение, и Бог дает ему, вот очищает его уста, и говорит, ты очищен, ты можешь идти спокойно делать свою работу, потому что он насколько опустился, мы тоже можем иногда свою самооценку, или как? Незначность. Себя, себя очень поставить на низкий уровень, что вот я недостойный, я не могу это делать, это тоже неправильно. Господь говорит, ты можешь, я иду вместе с тобой, или я иду впереди тебя, ты иди, делай то, что я тебе говорю, и он со смирением говорит, вот я, пошли меня, он не говорит, вот я, посылай меня, я такой смелый, и как бы нет, вот со смирением говорит. Вот этот вот урок пророка Исаии, почему он является полной противоположностью истории с Ионой, потому что и тот, и тот принадлежат к израильскому народу. У израильского народа существовало понятие, что они, в них только живет первородный грех, они безгрешны, потому что делалось всего достаточно, чтобы грех был удален из их общества, и понятие вот это вот я грешен, у них не существовало, почему, когда пришел Иисус Христос, так и не поняли люди, о каком грехе он вообще говорит, мы же, у нас храм, у нас жертвоприношение, у нас система работает так, что, о каких грехах он вообще говорит, а здесь, и Иона, кстати, тоже считал, что куда я пойду к ним, это вообще невозможно, Господи, ты что-то тут путаешь, а Исаия, встречаясь с самим Богом, стоя у подножия престола Божьего, он осознает вот эту свою греховность, но Господь его очищает вот этим вот углем, который он прикасается им к устам, и после этого только он говорит, вот я, пошли мне, а до этого он говорит, я человек с нечистыми устами и живу вокруг в таком же окружении, то есть он признает вот эту греховность. Ну вот тут как раз получается две параллели, Иона, он такой достаточно дерзкий, да, то есть дерзкий, самоуверенный, потому что, ну, не дерзкий человек бы не мог бы так открыто спорить с Богом, а Исаия говорит о том, что я человек с нечистыми устами, что горе мне, горе мне, потому что я погиб уже фактически он говорит, и в том и в другом случае Господь работает сам через них, да, и это говорит о том, что даже если мы согласны служить Богу, то однозначно Господь и через нас будет работать, то есть это два, две категории людей, и более дерзкие люди, которых тоже Господь усмиряет, ставит в определенные обстоятельства, воспитывает, и люди робкие, которые говорят, нет, Господи, я не могу, потому что я не способен, и вот эти вот две категории людей, и мы все равно видим во главе кого, кто сам совершает это все в людях, только Господь. А как вы считаете, может ли быть для нас сегодня препятствием какая-то неневия? Ой, конечно. Еще как может быть. Есть ли у нас своя неневия? Я вот хочу рассказать такой вот опыт. Мы когда пришли в церковь, прошло какое-то время, и нас стали звать ходить, разносить литературу, и даже по квартирам ходить, и как бы я это делала, но каждый раз мне это давалось с большим-большим усилием. Я потом стала говорить, ну я так не могу, я могу делать все, вот что вы скажете, я буду там что-то на служении участвовать, в хоре петь, что угодно, молиться за тех, кто пошел, но вот только не ходить по квартирам. Для меня это было так сложно, ну просто сложно. А почему, если сравнивать с Ионой и Неневией, вот как ты можешь эту аналогию провести? Скажу почему. Не потому, что там я, как Исаия говорила, что я человек с нечистыми устами и горе у меня, а потому что мне было стыдно вап, то есть как-то вот не очень приятно, а вдруг я кого-то из знакомых встречу. То есть ты уже выставила какие-то рамки? Да, да, мне было как-то стыдно, я понимала, что с этим что-то нужно делать, с этим надо бороться, ну и как бы, слава богу, господь меня немножечко, не буду говорить, каким образом, но господь меня тоже начал воспитывать, я это поняла и приняла. Да, очень интересно, да, кто-то еще хочет поделиться. Ну, я думала над этим, какая не невия у меня или даже, ну, в нашем обществе или в нашей церкви или в людей праведных, как мы можем сказать. Я поставила гомосексуалисты, наркоманы, алкоголики. Ну, слово Божье пишет, такие люди Царство Божье не наследуют, и мы имеем как бы полное основание, ну, ну, Бог сказал, что они, да, ну, кто мы такие, чтобы мы судили их? Сто процентов я в своей сфере постоянно сталкиваюсь с такими людьми, то есть, особенно ребята, они в основном этой направленности, и, если честно, я думаю, что Господь очень многих, даже таких ребят, Он приведет к себе именно своими какими-то тропами, открыв глаза на истину, и я общаюсь с этими ребятами, вы знаете, очень многие воспринимают, вот, удивительно, да, даже сейчас, как бы, общаясь с этими людьми, говоря о Боге, они не отрицают ничего, и даже говорят о том, что, ну, да, может быть, я и приду в церковь, мне интересно, вот так вот бывает даже. что-то хочешь добавить тоже? Ну, у всех, каждого человека разные, да, Ниневии, да, для меня Ниневия тоже вот пойти и кому-то что-то рассказывать, так вот, как говорила Светлана по домам, мы тоже ходили, помню, раздавали и газеты, и великую борьбу, но знаете, что мне больше всего запомнилось, я не помню того чувства, мне было не стыдно, но было как-то неудобно, некомфортно, да, вот нужно было войти из зоны комфорта, но я помню, когда люди хотели взять, почитать книгу или хотели взять, почитать газету и начинали что-то расспрашивать о том, во что мы верим, откуда все это взялось, и когда ты это людям рассказывал, и ты видел, как люди это воспринимают и реально принимают, было такое возвышенное какое-то состояние, столько было какой-то радости, и вот даже сейчас я помню именно те приятные эмоции, я не помню того всего другого, но это не невия, потому что тяжело выйти и пойти вот рассказывать, когда просто с другом общаешься, дружишь, а потом начинаешь потихоньку что-то рассказывать, оно как-то проще, проще, да, поэтому я считаю, что разные методы есть, сначала нужно подружиться с человеком, а потом легко и просто можно рассказать о Боге, и он воспримет это по-другому, и мне кажется, лучше даже, да, ну я думаю, что все-таки если у нас будет внутри вот эта любовь или забота о людях, или желание, чтобы они спаслись, вот эти преграды сразу все падают. Я согласна, и вот, кстати, и он не любил людей, поэтому он не хотел идти. Да, а вот у Исаии, кстати, почему считается эта история противоположная, что он говорит вот эти слова известные только после того, когда он увидел Бога, то есть во свете Бога, вот эти вот границы, они все становятся просто ничтожными. Мы просто видим себя, видим Бога и понимаем, что все, что мы можем, это сказать «да, Господи», и больше ничего. И действительно, вот мы с вами все, слава Богу, мы прошли через то время, когда в 90-е годы стала возможным проповедь Евангелия в наших странах, и многие вещи для нас были новые, потому что до этого церковь была в таком закрытом состоянии, тут вдруг она распахивает дверь и начинается это активное социальное служение. Тоже помню свои страхи, молоденькая девушка, хрупкая такая, мы ходили по больницам, ухаживали за тяжело больными, парализованными, и мне казалось, ну что я могу такая вся гладенькая и благополучная рассказать вот этому несчастному умирающему человеку, который лежит вот просто в своих нечистотах, потому что никто за ним даже поухаживать не хочет, понимаете, вот, это было все очень сложно, но вот все-таки мне хотелось вернуться вот в наши дни, вот мы живем в благополучном обществе, конкретно мы с вами живем в благополучной стране, наши зрители даже спрашивают нас, а поделитесь, пожалуйста, как вы там, в своей стране, которая считается христианской, в основном люди здесь верующие, вот как вы там, в своей стране проводите миссионерскую работу? Ну вот как раз мы только что говорили о том, что даже люди с нетрадиционной ориентацией, мы с ними разговариваем, мы общаемся, и на таких людях нельзя ставить крест и говорить, что они никогда не спасутся, есть много случаев, случаев хороших, и очень много хороших людей, действительно хороших, восприимчивых людей, это вот один из аспектов таких прекрасных проповедей. Что еще? Ну еще один метод, вот наша церковь, что мы делаем, это детская библейская каникулярная школа, это школа для детей от 5 до 12-13 лет, они изучают Библию, они делают какие-то поделки, есть игры, есть угощения, на эту каникулярную школу приходят дети со своими родителями, родители их оставляют и уходят, и потом, после каникулярных школ было много таких случаев, когда дети приводили своих родителей в церковь, они говорили, мы хотим пойти в эту церковь, и родители шли с этими детьми, приходили. Слава Богу, удивительно. Я также хотела бы поделиться, где я работаю, это американский медицинский офис, там у нас много пациентов, которые много лет уже у нас пациенты и проходят разные терапии, с одним доктором встречаются, с другими, какие-то курсы проходят, у нас даже есть изучение Библии, кто желает, после работы есть время, да, есть это все бесплатно, и слава Богу, конечно, немногие, но я даже уже знаю несколько случаев, что люди присоединились к церкви, приняли крещение, люди в татуировках, посмотришь с первого сграда, ты не подумаешь, что он адвентист, верующий. Слава Господу, действительно, для Бога не существует границ, и для нас их не должно быть. А давайте вернемся еще к священному писанию и вспомним, что там есть еще одна интересная и известная библейская история, которая также повествует о том, как некто пытался уйти от своей ответственности в миссии. Ученики в Гефсиманском саду, что там происходит? Господь попросил учеников своих, он, во-первых, взял их с собой, для того, чтобы они поддержали его духовно и просил их, чтобы они молились за него. Ну, тело как бы взяло вверх, и они уснули. Я так рассуждала над этим и поняла, что когда ты не имеешь большого сочувствия, ты не понимаешь, насколько тому человеку тяжело, ты не можешь ему посочувствовать. И они не понимали, они действительно не понимали, потому что Господь им говорил, что ему предстоит пройти, но они не понимали. Смотрите, вот на этом примере с учениками Иисусом мы очень четко видим эту упущенную возможность. Ученики уснули и они упустили возможность послужить Господу, потому что потом пришли воины и уже забрали Иисуса. У них уже не было возможности что-то сделать. У нас еще есть эти возможности, мы можем еще что-то делать. Ты меня как раз натолкнула на мысль, что упущенная возможность может быть и у нас в служении, когда нам предлагается какое-то служение в церкви. Дух Святой кого-то побуждает спросить, а не хочешь ли ты послужить тем-то и тем-то талантом или даром? А мы говорим, не-не-не, я занят сильно, у меня нет времени, нет возможности готовиться. Я в частности даже для себя, про себя говорю. И мы упускаем ту возможность послужить Богу, мы упускаем вот эти замечательные моменты, которые могли бы нас сблизить с Богом, чтобы мы можем узнать Его и узнать людей. У моего брата даже был такой случай, ну это несколько лет назад было, ну как бы такой незначительный опыт, но он где-то на заправку остановился заправить машину и там женщина стояла, как бы она просила деньги или что-то, я уже не помню все детали, но у него не было налички и он сказал там извините или что и уехал, и он говорит, меня настолько начала мучить совесть, что он где-то пошел, снял деньги, вернулся, ее уже не было. Он говорит, я себя корил, ну почему я не пошел, ну купить ей что-то хотя бы, если не было налички, что-то сделать, вот это упущенная возможность, мы не знаем, может это и ангел был. Приближаясь к последним часам своей земной жизни, Иисус, зная, что его ожидает, попросил трех ближайших к нему учеников пободрствовать с ним, пока он будет молиться в Бессиманском саду. К сожалению, ученики потеряли бдительность и уснули, упустив возможность послужить своему Господу, когда тот более всего в них нуждался. И как мы уже говорили, в сад пришел Иуда с множеством народа, Иисуса арестовали и увели. Ученики любили Иисуса, они даже пребывали рядом с Ним, но потеряв бдительность, они упустили возможность проявить любовь к тому, кто так сильно любил их и учил их любить. У нас также могут быть прекрасные опыты с Иисусом, но любим ли мы других людей так, как любим мы сами? Или, подобно ученикам, впадаем в состояние духовной сонливости, упуская возможность поделиться любовью Бога с отчаявшимся миром? Сегодня в обществе, где так много церквей, более 700 тысяч человек пытаются ежегодно покончить жизнь самоубийством. У них нет больше надежды. И пока члены церкви заняты установкой высоких стандартов и решением внутренних вопросов, люди вокруг нас погибают. Не теряем ли мы свою возможность послужить? Сегодня наше практическое задание гласит на чистом листе бумаги или в своем молитвенном дневнике составьте список из десяти человек, которые, как вы знаете, не верят в Бога. Назовем их вашими учениками. Перечислите их по именам, если это возможно. Держите этот список под рукой и до конца квартала ежедневно молитесь о каждом из ваших десяти учеников. Молите, чтобы Бог помог вам стать друзьями с этими знакомыми. Молитесь о том, чтобы у вас сложились более тесные доверительные отношения с ними. По мере укрепления ваших отношений с этими людьми, внимательно наблюдайте за ними и слушайте их, чтобы определить их конкретные потребности, обиды и боль. Затем молитесь, чтобы Господь помог вашим ученикам решить их проблемы. И задание со звездочкой выберите город рядом с вами, а также город в другой части мира. Начните молиться о людях, которые живут и работают в каждом из них. Просите, чтобы Бог побудил адвентистов в этих городах делиться истиной о скором пришествии Христа. На примере Ионы мы видим, что Он использует в качестве оправдания страх, ложные взгляды, предупреждения, конфронтации, как это перекликается сегодня с нашим состоянием. У каждого из нас есть прекрасный опыт общения с Иисусом, однако со временем это состояние становится обыденным, а порой перерастает самодовольство, а последнее влечет за собой склонность искать оправдание, почему мы не делимся любовью. В иных случаях ситуация выглядит еще мрачнее. Это когда называющие себя учениками Христа придумывают предлоги, чтобы избежать миссии среди определенных групп людей, которые якобы недостойны Божьей любви, что свидетельствует о чувстве превосходства, а порой и этноцентризма. Будем молиться, чтобы Святой Дух повлиял на наши сердца и на наши Церкви в преодолении подобных реалий. Вместо этого пусть возродится девиз «Вот я, Господи, пошли меня». И да поможет нам в этом Бог. На сегодня у нас все. До новых Редактор субтитров